Современная техника для военного флота. Четыре новых бронированных артиллерийских катера готовят к испытаниям. Судно получат официальные имена и присоединятся к старшим братьям – Вердянску и Акерману. У штурмала новичков станут молодые ребята. Они уже успели продемонстрировать мужество и доказать свою верность стране. Богдан Небылица окончил морскую академию лишь в прошлом году, но уже успел совершить поступок, достойный героя. Он один из тех, кто выступил против захвата родного вуза в Крыму, Россией. Во время смены флагов Богдан и его товарищи громко запели родной для них гимн. Тот свой поступок героизмом Богдан не считает. Говорит, это минимум, который они должны были сделать. Такие ощущения – ты ничего никого не видишь перед собой, ничего вокруг не существует. Осознаешь, что забирают что-то твое, что-то родное. Просто забирают. Из класса Богдана обучение под российским флагом продолжил только один. Остальные переехали в Одессу. Здесь из курсантов выросли в лейтенантов. Несмотря на пока что небогатый опыт, в их мужестве и верности сомневаться уже не приходится. Не удивительно, что два из четырех новых катеров возглавили именно эти ребята. Это моя первая самостоятельная должность, первая командирская должность. Переживаю, конечно. Но команда у меня хорошая. Главное, каждый по своему желанию. Все хотят учиться и развиваться. Команды у катеров небольшие, по пять человек. Во главе каждой – офицеры нового поколения. До этого я служил на ракетном катере «Прилуки» и на корабле управления «Славутич» еще в Севастополе в 2012 году. Техника на этом катере, конечно, намного современнее, чем на тех кораблях, которые были в Севастополе. Начинку и характеристики новых катеров держат в секрете. Говорят, информация может сыграть на руку врагу. Из очевидных плюсов новинок – их небольшой размер, а, соответственно, высокая мобильность, маневренность и внезапность. Одно из больших преимуществ этих катеров в том, что, в отличие от больших кораблей, они могут работать на мелководье, то есть ходить по реке и в Азовском море. По реке катера успели пройти уже тысячу километров. Так молодые команды перегоняли их из Киева в Одессу. Это был мой первый опыт как командира катера. И впервые по реке. Проходили пять шлюзов. И нужно было учитывать все нюансы – ширину, направление ветра. Сейчас катера готовят к государственным испытаниям. После этого они получат официальные имена и заступят на службу в военно-морских силах Украины. Любовь Задорожная, Дмитрий Борщ, Юэй Ти Ви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова